МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители многоэтажных домов в Саране замерзают в своих квартирах. Температура в жилище нередко опускается до 3 градусов тепла. А строительство центральной котельной остановлено уже несколько лет. В Карагандинской области бюджеты местного самоуправления утверждены в 47 населенных пунктах. Итоги исполнения бюджета, а также изменения в финансировании регионов обсуждали на аппаратном совещании в Акимате области. Геннадий Головкин и Сауль Альварес вновь встретятся на ринге 5 мая. Объявлена дата боя-реванша. Казахстанский боксер поставил на кон все свои пояса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Жители многоэтажных домов в Саране замерзают в своих квартирах. Температура в жилище нередко опускается до 3 градусов тепла. Сегодня город отапливается 20 частыми котельными, которые не справляются с сильными морозами. Жительница Сарани Александра Козлова уже не один день живет в экстремальных условиях вместе с детьми. В квартире плюс 10 градусов. В солнечную погоду температура повышается до плюс 14. За такое отопление семья платит 13 тысяч тенге в месяц. Ну, мы не живем нормально, как люди. Мы просто выживаем. Выживаем за свой счет. Старшие болеют, сопли, кашель. Ну, просто это, знаете, еще, как сказать, деньги расходятся плюс теперь на лекарства. Плюс от 15 тысяч мы платим за свет, потому что мы обогреваемся только за счет обогревателей. Вечером их включить очень тяжело, потому что, видать, в подъезде все соседи включают, свет выбивает сразу. У Екатерины Когель дома плюс 8. Их обогревает другая котельная. Но результат тот же. У нас дома 8, 10, максимум 12 градусов. Ребенок мерзнет, ходит в гамашах, даже в двух спит, практически так же, в теплой пижаме. С работы идешь, хочешь дома погреться, а дома так же холодно, как и на улице практически. Пар практически идет. В Саране 273 многоэтажных дома. Их отапливают около 20 котельных, построенных еще в советское время. Под данным городского отдела ЖКХ, около 100 домов сейчас недополучают тепло. Владельцы котельных не отрицают, что топят с перебоями. Но, во-первых, котельные старые, а во-вторых, топят шламом, поскольку уголь слишком дорогой. У нас осенью, осенью, был представитель от президента. Я ему объяснял, мне не даст соврать, наш аким города саранее. Я ему в глаза сказал, эту зиму сарань кое-как перебьется. Кое-как, я опять повторяюсь, кое-как. На следующий год сарань ждет кошмар. Потому что шлам в этом году с горем пополам нашли, был закрыт, он вообще нелегальным способом доставляли. На уголь мы перейти не можем, население не подтянет. Чтобы в саране было нормальное топление, необходимо центральная котельная. Возводить ее начали несколько лет назад. Но вот уже три года, как работы, приостановлены. Пока три года уже не ведутся работы. Где-то процентов 60-70, а законченный вид стоит. А в этом году вам не описать или доделать? Я, как знаю, управление строительством сейчас судебные тяжбы прекращаю. Уже на стадии завершения. И в планах есть. То есть, по-любому, в следующую зиму? Надеемся. Нет, будем на тех же котельных? Нет, я насчет этого, к сожалению, не знаю. Работа ведется. Я думаю, все-таки мы не останемся без центрального отопления. Городские власти настроены позитивно. Однако это не добавляет оптимизма рядовым жителям сарани. И пока чиновники разбираются в судах, горожане продолжают одеваться как можно теплее, чтобы попросту не замерзнуть насмерть в своих квартирах. Мирамгульсал Кимбаев, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В Карагандинской области бюджеты местного самоуправления утверждены в 47 населенных пунктах с численностью населения больше 2000 человек. Итоги исполнения бюджета, а также изменения в финансировании некоторых регионов обсуждали на аппаратном совещании в Акимате области. Впервые за многие годы в Карагандинской области по итогам года имеется свободный остаток в областном бюджете в размере более 2 миллиардов тенге. Об этом сообщил первый заместитель Акима Карагандинской области Ассалбек Дусибаев. По итогам 2017 года остались неосвоенными целевые трансферты в сумме 878 миллионов тенге. В соответствии с бюджетным законодательством неиспользованные деньги подлежат возврату. В связи с этим глава области принял решение наложить дисциплинарные взыскания на Акимов. Главное новшество ожидается в более 40 населенных пунктах Карагандинской области. У них появятся собственные бюджеты. С 1 января текущего года 47 населенных пунктах в области утверждены самостоятельные бюджеты. Объем составил 5,8 миллиардов тенге. Для этого получения провести анализ в первую очередь готовности кадров на листах, технической оснащенности в аниматах регионов, обеспеченность качественного интернета и также выявить возможные риски и какие есть проблемы. Из районных центров самый большой бюджет достался Абаю – более 508 миллионов тенге. Наименьший бюджет – у Актугая – чуть более 143 миллионов тенге. Из 47 населенных пунктов самостоятельным бюджетом 10 приходится на Бухожирауский район. Для финансовой самостоятельности местного самоуправления в бюджет села переданы 7 видов налогов и других неналоговых наступлений. За счет средств, которые будут финансироваться расходы, по 19 бюджетных направлений. Это в сфере образования, социальной защиты, жилищно-акоммунального хозяйства, культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия, строительство, ремонт, содержание дорог и другое. Также было сказано, что поселковые чиновники прошли обучение по теме бюджетные процессы. Технически акиматы регионов обеспечены всем необходимым. Проблемным является кадровый вопрос. Дефицит госслужащих планируется восполнять с помощью программы с дипломом в село. Акимобласти поручил принять меры для заполнения имеющихся вакансий. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 228 люков с крышками было украдено в Караганде в прошлом году. Такие данные приводит городской Акимат. Найдено лишь 28. А с начала нынешнего года уже украдено 12 люков. По информации властей, коммунальные службы ежедневно проводят обследования сетей. При обнаружении открытых колодцев принимаются меры по их закрытию за счет собственных средств. По всем фактам направляются отношения в органы внутренних дел. Городские власти призывают жителей Караганды незамедлительно сообщать о подобных фактах, чтобы избежать несчастных случаев. В новом налоговом кодексе предусмотрены упрощения администрирования бизнеса со стороны государства, стимулирование кредитования. Кроме того, будут систематизированы налоговые льготы, а малый бизнес получит дополнительный выгодный налоговый режим. Об этом шла речь в Карагандинском экономическом университете, где состоялся специальный семинар. В новом налоговом кодексе сохранен специальный налоговый режим на основе патента с сохранением действующей налоговой ставки в размере 2% от дохода для лиц, которые осуществляют деятельность в сфере торговли, а также снижение ставки до 1% для остальных категорий налогоплательщиков. При этом из патента исключен социальный налог. Об этом карагандинским предпринимателям рассказали сами разработчики нового кодекса. То, что касается налогоадминистрирования, было очень много упрощения. Это в пользу нашего бизнеса, нашего налогоплательщика, начиная от регистрации налогоплательщиков, заканчивая самих проверок и ликвидацией. Регистрация сейчас, знаете, что индивидуальный предприниматель может регистрироваться в уведомительном порядке. Если раньше подавали заявление, потом ждали 3 дня, а сейчас такого нету, он начинает работать и просто уведомляет органы государственных доходов, что он начальный в своей деятельности. Сократится и количество проверок, заявляют представители комитета государственных доходов, а также станет проще ликвидировать малое предприятие. Не менее важным стало изменение срока давности с 5 до 3 лет. Малый бизнес, по сравнению с крупным бизнесом, не имеет в штате постоянно действующих бухгалтеров, которые работают, у них бухгалтеры меняют или где-то нет. И когда приходит налогинспектор проверять за 5 лет, если где-то 5 лет назад был другой бухгалтер, или документы не нашли, начинается данное начисление, и за 5 лет еще будет начисляться пение. Сейчас это упростилось только 3 года. Организаторы семинара отметили, что новый налоговый кодекс разработан в рамках послания президента «Третья модернизация Казахстана», а также в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов». Оптимизация налоговой политики – это важный компонент качественного экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности страны. Подобные семинары также запланированы во всех регионах Карагандинской области. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. За последний год на национальный телефон доверия поступило около 2 миллионов звонков от детей и молодежи. Такие данные привели столичные гости на тренинге, посвященном профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. В регионе проходит трехдневный семинар-совещание, нацеленный на обучение директоров образовательных учреждений. На повестке дня обсуждались вопросы, такие как цифровизация образования, трансляция опыта Назарбаев интеллектуальных школ, а также профилактика коррупции в сфере образования. Организаторы мероприятия придали особое значение вопросу суицидального поведения несовершеннолетних. Стоит отметить, что с целью предотвращения подобных случаев весной текущего года в Караганде откроется филиал национального телефона доверия. О статистических данных высказался руководитель национального телефона доверия для детей и молодежи СК «Кулатай». Анализ поступивших звонков на наш телефон доверия по республике показывает, что к нам за 2017 год поступило 2 миллиона звонков, 222 тысячи обращений было обработано, более 8 тысячи звонков, то есть была оказана реальная помощь детям и молодежи по разным вопросам. Вопросы к нам поступают разные. Основной характер вопроса – это касается отношений к семье. То есть ребенка не понимают, родители не слышат детей, и они вынуждены звонить нам и спрашивать советы, как к нам поступить, а вдруг мама меня будет ругать, или папа меня накажет. Свыше 200 человек приняли участие в семинаре, нацеленном на создание благоприятного климата в общеобразовательных школах. Участники семинара говорили и о важности осуществления программы «Рухани Жангру», в частности, ее подпрограммы «Воспитание и знания». Директор Батыкской общеобразовательной школы Багдад Абдукул рассказал о том, как данная программа реализуется в его школе. «Мы работаем в трех направлениях. Одно из них – регионное ведение. Недавно мы открыли музей. Также мы планируем организовать экспедицию в исторические места, которые находятся в радиусе 30 километров. В нашей местности очень много мавзолеев. Мы вводим детей в такие места, чтобы они прониклись любовью к своей земле. Благодаря этому мы воспитаем молодежь, в которой силен патриотический дух». В последующие дни семинара внимания участников будут представлены доклады о нововведениях в образовательной системе. Одно из них – аттестация педагогических работников, ведение которой планируется в текущем учебном году. Аттестация будет включать два этапа – экзамен по профильному предмету, а также экзамен по педагогике и психологии. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел семинар для учителей математики. Сотрудники городского отдела образования организовали мероприятие с целью повысить эффективность преподавания математики в начальных классах. Участникам семинара поведали о том, как привить детям любовь к столь важному предмету. На базе гимназии номер 92 состоялся городской семинар в рамках проекта «Математика вокруг нас». Данный проект реализуется на территории области на протяжении трех лет. Ряд мероприятий, которые проводятся в рамках этого проекта, нацелен на увеличение функциональной грамотности учащихся. На данный момент реализацию проекта осуществляет пять школ города. Этот городской семинар проходит в рамках педагогического социального проекта «Математика вокруг нас». Целью проекта является увеличение математической грамотности учеников начальных классов. Идею проекта поддержали пять школ, среди которых 92-я гимназия, общеобразовательные школы номер 76 и 15, а также лицей номер 66 и 53. Количество участников семинара насчитывает 60 преподавателей с 55 образовательных учреждений. В ходе мероприятия учителей ознакомились с новыми методиками, которые позволят повысить эффективность преподавания математики в начальных классах. Стоит отметить, что проект «Математика вокруг нас» реализуется при поддержке городского отдела образования. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Объявлена дата боя реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Именитые боксеры встретятся на ринге 5 мая. Общественность обрадовала новость о том, что мексиканец Сауль Альварес и Геннадий Головкин подписали контракт о проведении второго боя. Действующий и экс-чемпионы мира встретится в повторном поединке 5 мая. Наиболее вероятным претендентом на право принять этот поединок является Лас-Вегас. Нельзя не отметить, что предстоящий бой станет решающим для обоих боксеров. Головкин поставит на кон свои пояса, а мексиканец рискнет титулом «Зе ринг» и званием линейного чемпиона в среднем весе. Напомним, первый бой между звездами бокса прошел 17 сентября и завершился ничей. Подобная концовка накаляет атмосферу предстоящего поединка. Букмекеры уже принимают ставки на реванш Головкина и Альвареса. Казахстанцы смогут наблюдать бой с 6 мая в 7 утра по времени Астаны. И последнее. С отсчетом 4-7 карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» одержал победу в первом гостевом матче над новокузнецким «Металлургом». Хэтриком отметился нападающий карагандинец Артур Лаута. С самого начала матча обе команды показывали активный хоккей с обилием силовых моментов. Первыми забросить шайбу в ворота удалось хозяевам льда. В одном из опасных моментов у воротного кузнецкой команды хозяева нарушили правила. Арбитр назначил штрафной бросок. Форвард «Сарарки» Константин Соколов идеально справился со штрафным броском. К 10-й минуте первого периода на табло 1-1. Не прошло и минуты, как Артур Сарваров забросил вторую шайбу в ворота хозяев 1-2. В начале второго периода хозяева сравняли счет. Но через 10 минут Артур Лаута забросил третью шайбу в ворота «Металлурга». Далее подряд два удаления у хозяев льда. Игра 5 на 3 у «Сарарки». В итоге четвертую шайбу в ворота «Металлургов» забросил Айрат Зиязов. Счет на табло 2-4. Заключительная треть матча ознаменовалась большим количеством заброшенных шайб. Сначала хозяева льда сравняли счет, забросив две шайбы. Затем карагандинцы отличились сразу три раза. Сначала Данил Ердаков забил гол, а затем Артур Лаута дважды огорчил голки «Пираметаллурга», оформив хэт-трик в матче. Итог встречи 4-7 в пользу «Сарарки». Я думаю, мы сегодня заслужили победу от начала до конца. Мы бились за нее еще раз от начала до конца. Но надо отдать должное сопернику. Он не хотел уступать, использовал все моменты, которые у него были. и держал напряжение до конца игры. Сегодня даже, наверное, удача была на стороне соперника. Я думаю, мы перешагнули и через удачу, через работу, через характер. Ребята просто молодцы. Им большое большое спасибо им за игру, за самоотдачу, за искренний труд всех болельщиков с победой. Следующий матч выездной серии «Сарарка» проведет 31 января против «Ангарского» «Сарарка». Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман субтитры Субтитры подогнал «Симон»